Медийный эстеблишмент России в Белорусском Дворце Независимости. Сюда не зарастает тропа наших коллег. Периодически глава государства встречается с журналистами из российских регионов, московскими экспертами и блогерами, лидерами мнений. Они искренне признаются в любви к Беларуси. Ухоженные дороги, космос, ВПК, огромные самосвалы и штучные детали для российской оборонки. Они помнят годы шоковой депрессии, белорусы этого не переживали, поэтому некоторые выходят на протесты. Нынешняя ситуация и ее причины – основные темы интервью. Лукашенко всегда интересный спикер, а сейчас Беларусь под прицелом инвесторов революции. Сложнейший исторический период, поэтому в Минск приехали лица российского телевидения. Приехали за резонансным интервью. Здравствуйте, Маргарита. Знаю. Крепкое рукопожатие. Ну, я же в хоккей немного играю. Да? Там надо держать клюшку. Благосклонности к белорусскому лидеру ни у Маргариты Симоньян в представлениях не нуждаются, ни у ведущих центральных российских телеканалов нет. Но в начале интервью Лукашенко подчеркивает – отвечать буду искренне. Другое дело, как эту беседу смонтируют. Запрета на острые вопросы не было, и это еще больше подзадоривает профессионалов. Новость последнего дня – где Колесникова? А можете поподробнее рассказать, что с Марией Колесниковой, где она, задержали ее, не задержали? Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое их, не то ее, не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами, не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине, за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу, на ходу. Сами выбросили. Да, ну, там они втроем были, кто их мог, ее мог выбросить. Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, как старый пограничник, это говорю. И отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский, украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули. А зачем? Они же уехали, их, условно говоря, отпустили из Белоруссии. Вы знаете, а мы их задержать не могли. Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу. Они на посту отметились. Пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там, что же я говорю, 10 километров или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы. Я вот точно не знаю, это мне сегодня сказали. Я говорю, ну почему в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут. А говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. Это медийные профессионалы. И это не мешает им быть государственниками, любить свою Россию. Это опытные люди, поэтому знают, откуда ухождений по улицам ноги растут. Это знающие люди, поэтому понимают, атакуют Беларусь, но под прицелом уже Россия. Да, и атакуют Беларусь из-за России. Об этом говорят и с нашим президентом. Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил. Этому противостоять нельзя. Потому что, а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но им-то и стоит. Это они затеяли, они это начинали. И притом давно. Ни Россия, ни Беларусь это затеяла. Это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским эстеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Наша страна для Москвы единственное окно в Европу. Вокруг уже удавка из переформатированных западом стран. Известный проект так и называется «Анаконда». Мы это очень хорошо знаем. Это очень хорошо понимаем. И поэтому я думаю, что все, что зависит от Российской Федерации, будет сделано для того, чтобы вот это вот не случилось. Это раз. Во-вторых, вот сейчас мы встречались с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, который совершенно правильно сказал, что вы должны четко понимать, что нужны не мы тем, кто все это делает, а нужны вы, имеется в виду Россия. На нас, говорит, может быть, там тренируются, но в принципе, нанося удар по Республике Беларусь, наносят удар по Российской Федерации. Я с ним абсолютно согласен. Интервью Лукашенко покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99% россиян. А у «Арти» ежегодная аудитория около 100 миллионов зрителей в полусотни стран. Это прекрасная возможность донести правду о Беларуси. Нам кажется очевидным, что вот этот вот всплеск, или как Лукашенко сегодня его назвал, блицкрик, уже не удался, слава богу, слава богу, для Беларуси, с одной стороны, да, то есть светной революции не произошло, хотя дело было близко к этому. Это нам тоже, я не знаю, насколько вам это вот отсюда видно, но нам так кажется. Этого не случилось. Это с одной стороны. С другой стороны, это вот вдруг забурлившая масса, она ушла в такое вялое полукипение. И это теперь нельзя не учитывать. Белорусская политика стала в топах сейчас информационных агентств по всему миру. Понятно, что это такая интересная, в том числе для россиян, естественно, тема. Впечатление самое положительное. Достаточно откровенный был разговор с президентом. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я думал, что Александр Григорьевич все-таки что-то начнется от нас скрывать. Вот. Ну, был, очень мне понравилась история там. Я даже не знаю, что вам сказать, потому что, что мы сегодня выдадим, чтобы не выдавать общее интервью. Должно получиться яркое из интересного. О первых фермерах в СССР, созданных Лукашенко, об айтишниках, взращенных руками президента, о буржуазном следе в протестах. Президент ответил, зачем показался на публике с автоматом. Чтобы развеять фейки о его бегстве. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет, поэтому я не боюсь. Я даже дома говорю, дети не очень воспринимают. Слушайте, вот дети. Ну, не сегодня, а завтра. Кто знает, когда я уйду к нему, когда он меня позовет. Когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду. Ну, может быть. Но я им не позволю. Вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна. Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она бы катилась куда-то далеко. Я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята ОМОНовцы... Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо. Кто мог бы его подставить? Ребята ОМОНовцы и прочее, прочее. Те, кто со мной рядом. Вон она сидит. Совсем молодой человек. Понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать. Их будут рвать. Потому что вы видите, кто на улице. Лукашенко не Янукович. Из страны не побежит. Лукашенко не Янукович. Миллиардов не сколотил. Проект всей его жизни – Беларусь та, которая есть. Ту, которую можно потерять. Поэтому чисто по-человечески обидно. Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Я должен защитить то, что создано нашими руками. Защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство, ну, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу. Эти слова вызовут сопереживание у тех, кто понимает, что любимую не отдают. И злорадство. Кто готов разбазарить страну, отдать ее в любые руки ради даже еще не сформированных призрачных идей. Теперь люди должны услышать голос официальной Беларуси, которую так пытаются перекричать. Зазывалы зыбкого пути. Евгений Пустовой, Валерий Науменко, СТВ Он мне понравился. Знаете, чем? Тем, что я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью, которое он дает в СМИ другой страны, в данном случае России, говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить такие слова, что это, конечно, обидно, что это даже трагично. Говорить о том, что он чувствует по этому поводу. Он много о чем говорил, это двухчасовое интервью. Но вот эти вещи, они мне понравились просто чисто по-человечески. Сидит Лукашенко, президент, который 25 лет уже у власти. И, конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, может, показалось, что у него как-то в глазах такая... Глаза немножко увлажнились в этот момент.